Доброго времени суток всем хорошим людям! Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей мастерской в гараже. Делаю небольшой, неглубокий шкафчик. Решил поэкспериментировать, не снимать весь процесс изготовления, снять только интересные моменты, но подробно. Отфуговал и отрисмусовал я дощечки дубовые. Циркулярка тут тоже поработала. И получились у меня вот такие вот заготовочки. Толщиной 15 мм и шириной 78 мм. Соединять корпус шкафчика хочу я вот на такое соединение. Называется оно Робетед Довтейл. Я не уверен, что я правильно все это произношу, но можно прочитать. В очередной раз наткнулся я на это соединение. Сейчас читаю книжку соединения при помощи фрезера Гарри Роговски. И видел я это соединение в книжках Билла Хилтона, которые переведены на русский язык. Но там, насколько я помню, ничего подробно про него не рассказывалось. Ни как его делать, ни другие нюансы. Вот в этой вот своей книжке тоже соединение при помощи фрезера Билл Хилтон в соавторстве с Фредом Матлоком. Немножко подробнее про это соединение рассказал. Придумал это соединение Пэт Уорнер. Он, кстати, написал несколько книжек, но я к своему стыду еще ни одной не читал. Ну, в общем, Билл Хилтон в этой книжице своей его еще и доработал. В плане того, что он предложил делать это соединение при одной установке фрезы. То есть проводя заготовки вначале вот так вот, потом другую заготовку вот так вот. И соединяя их вместе. И тут он, в принципе, рассказывает, как это можно поднастроить. Там высота остается же постоянной у фрезы. Надо правильно выставить только фрезерный упор. В оригинале Пэт Уорнер делал это все вообще без фрезерного стола, ручным фрезером, используя хитрые приспособы. Значит, но я буду делать не вот такое соединение, как у Билла Хилтона, когда за одну установку фрезы проходим детали. А буду делать ближе к оригинальному. Вот, видите, здесь конфигурация немножко другая. Мне кажется, что вот такое вот соединение, оно будет понадежнее. Начну я с того, что выберу небольшие четверти прямой пазовой фрезой для того, чтобы потом фрезе Ласточкин Хвост было полегче. Получились у меня вот такие вот четверти. Сейчас поменяю я фрезу на Ласточкин Хвост и продолжу. И вот тут вот мне придется фрезеровать в два приема. Фреза у меня получается маленькая. Все никак не разживусь. Большой фрезой Ласточкин Хвост. Я ее выставлю чуть-чуть выше, чем у меня была четверть, буквально чуть-чуть. Вначале вот так вот пройдусь, отфрезерую здесь. Потом буду уже выставлять параллельный упор, не меняя высоты фрезы, для окончательного фрезерования. Дойти мне надо вот досюда. У меня получилось четверть с вот такой вот маленькой ступенечкой. Теперь я буду передвигать параллельный упор. И передвигать я его буду каким макаром. Сейчас покажу. Вот тут вот я отрисовал ножиком линию по толщине заготовки. То есть вот так вот и вот так вот это квадратик получается. И я хочу выставить упор так, чтобы у меня краешек ласточкиного хвоста ну почти касался вот этой вот линии. То есть вот так вот пойдет. Так, вот что у меня получилось. Если вот этот вот край ласточкиного хвоста сделать слишком далеко, то появится вот такая вот дырка. Это уже неинтересно. Так, теперь мне надо выставить параллельный упор так, чтобы верхний край фрезы выступал вот на такое расстояние. Сейчас я тут ножичком помечу. Ну и буду выставлять. Ну что, понадобилась одна только корректировка. И на тестовой дощечке, вот эта вот дощечка тестовая, а вот эта вот нет. У меня получилось вот такое вот соединение. Сейчас я уже чистовые заготовки прогоню и покажу. Ну вот так вот это все получается. Мне кажется, все в рамках приличия. Так, тут все гладенько. Ну все, буду склеивать. Склеил я корпус для шкафчика, зажал струбцинками. Ну, очевидно, что жать надо в двух направлениях. И вдоль, и поперек из-за такого соединения. Ну, вот так вот оно смотрится. Подожду, пока высохнет клей. И буду соединение укреплять нагелями, в роли которых будут служить палочки для шашлыка. Укрепил я соединение нагелями. Вот такое вот соединение можно использовать как альтернатива полу-потайному ласточкиному хвосту для выдвижных ящиков. Особенно если вот фасадная часть, она небольшой толщины. На этом все. Название книжек оставлю я в описании к ролику. Можете написать, как вам такой формат. Ну, потому что либо делать проекты, но не подробно. Либо вот останавливаться на каких-то моментах, но не показывать все остальное. Потому что делать и то, и другое одновременно у меня не получается. Все, спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok